спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы петербург расширяется так быстро что не всякий лыжник успеет добраться до намеченной областной трассы как она уже войдет черту города когда-то токсово казалось настоящим дальним выездом на природу а теперь к нему вплотную подобрались городские районы то же самое произошло например с легендарным норвежским горнолыжным холменколином он до сих пор по традиции считается отдельным поселением и в его честь называют этапы кубка мира по факту это давно часть осла тем не менее токсовские лыжные трассы это совсем не то что лыжня в городском парке прежде всего здесь начинаются перепады высот каких не найдешь в городе для фаната лыж идеально ровная городская трасса хороша только в одном случае если нужно поставить личный рекорд спринте для настоящего удовольствия или полноценной тренировки нужны холмы резкие подъемы в гору и головокружительные спуски все это начинается к северу от петербурга и постепенно нарастает по мере углубления в карелию где есть уже и настоящие горы сожалению карельская туристическая инфраструктура пока далека от идеала так что петербургские горнолыжные курорты куда как комфортнее в частности здесь можно тренироваться круглый год токсовский тренировочный центр капгалова где мы побывали в эти дни особенно гордится лыжероллерной трассы где для тренировок не требуется ни снег не особые погодные условия поэтому в конце октября и в ноябре традиционно депрессивное петербургское время спортсмены и любители активно бегают здесь набираясь энергии на зиму лыжероллерная трасса протянута на 3 километра и освещается на всем протяжении что особенно важно для северной столицы ведь у нас почти что полярные ночи в осенне-зимний период темнеет рано времени для тренировок категорически не хватает а в кавгалово есть фонари причем они старательно гуманизированные обмотка не позволит лыжнику сильно травмироваться если он врежется в фонарный стол чего конечно лучше избегать последние три года кавгалова освоили профессионал сборная россии по биатлону часто заезжают сюда для тренировочных сборов например в этом году топовые атлеты кубка мира тренировались в кавгалово в июле проводя по две тренировки в день а в разгрузочное время совершая морские прогулки по каналам петербурга среди прочих здесь тренировался чемпион мира александр логинов лучший биатлонист россии и один из сильнейших гонщиков мира последнего десятилетия собственно логинов уже несколько лет как стал завсегдатаем кавгалова и строит тренировочные планы исходя из здешних условий кто-то удивится что мы подробно об этом рассказываем но ведь еще пять-десять лет назад такое трудно было себе представить лыжники и биатлонисты даже не думали о том чтобы тренироваться в россии сочи считался да и до сих пор считается очень дорогим местом с чрезвычайно сложной капризной погодой а об остальных местах вроде петербурга и тюмень и речи не заходило последние 3-4 года российские сборные активно осваивают собственные курорты внутри страны а это плюс для обычных любителей трассы становится лучше и разнообразнее их может посетить каждый фактически токсовый кавгалова сейчас переживают второе рождение вроде бы это курорт с давней историей тренировочном центре есть целая музейная выставка старых лыж коньков всяческих древностей и фотографии советских чемпионов которые росли здесь однако в начале 21 века всех увлекали европейские курорты и о российских трассах стали совсем мало говорить сейчас они вновь актуальны тем более что тренировочный центр в кавгалова старается охватить все активности здесь несколько спортивных залов где можно заниматься практически чем угодно от баскетбола и гимнастики до борьбы и легкой атлетики снаружи в окружении лыжных трасс располагаются поля для мини-футбола и воркауты а рядом еще и озеро на всем этим высится большой кавгаловский трамплин главная местная достопримечательность 88 метровый великан советской постройки много лет простоявший в аварийном состоянии возможно когда-нибудь удастся то возродите его